Оставил без денег и жилья, Кировский суд вынес приговор бывшему директору строительной компании, которая занималась долевым строительством. За 4 года мужчина получил 550 миллионов рублей с обычных кировчан, но как оказалось, вкладывать эти деньги в строительство он не собирался. Подробности далее эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Суд вынес приговор директору стройфирмы жилого комплекса «Виктория». С 2013 по 2017 год осужденный был руководителем сразу нескольких организаций застройщиков многоквартирных жилых домов. Однако свои обязательства по договору он не выполнил. Общую полученную сумму, а это более 550 миллионов рублей, директор потратил не на строительство. Обманутыми оказались 160 дольщиков. Куда именно ушли деньги, неизвестно. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы колонии общего режима. Жильцам аварийного дома на Володарского 72А дали тепло. С началом отопительного сезона в доме 1936 года постройки замерзали 12 семей. Благодаря повторному обращению активистов Общероссийского народного фронта жильцам дали тепло. В самой проблемной угловой квартире температура поднялась до плюс 20. Также активисты направили обращение в прокуратуру по получению жителями дома перерасчета платы за отопление. В Кирове проведут раскопки, чтобы уточнить дату основания города. Об этом сообщили на заседании правительства. Проводить исследование планируют ближайшие три года. На это из областного бюджета направят 3 миллиона рублей. Начнут раскопки уже в следующем году на территории Хлыновского Кремля. Сейчас официальной датой основания города считается 1374 год. Также для подготовки к празднованию 650-летия Кирова проведут капитальный ремонт и восстановление исторических зданий на улицах Казанской, Преображенской, Спасской и Ленина.